Поздравляю всех с днём всех влюблённых. Или не поздравляю ни всех, ни с днём, ни с влюблённых. Вообще, как можно кого-то поздравлять с днём каких-то типа сердечек, влюблённых и всяких таких, если в большинстве своём люди даже не знают, что такое любовь? Для кого-то любовь — это вообще что-то такое космическое, непонятное, далёкое, вселенское. И это Иисус Махатмай Ганди под мышку с, не знаю, Прабхупадой, к примеру, которые учили любви, любви, любви. Для кого-то любовь — это просто всунуть свои гениталии в гениталии партнёра или, наоборот, расставить так свои гениталии, чтобы кто-то туда чего-то всунул. Понятие любви настолько сейчас разбросано, раздавлено, разорвано. Кто-то просто может сказать, что я люблю печенье, я люблю, не знаю, поесть. Кто-то говорит, что он любит спать. Короче говоря, что такое любовь, как она выглядит, как она определяется, какие вообще есть критерии того, что такой любовь ни у кого нету, однако все рисуют эти хреновые сердечки, хотя эти сердечки ни капли не похожи на то реальное сердце, которое анатомически, биологически находится. Анатомическое сердце — это просто мышца, насос. Говоря абсолютно научно, сердце сосёт, сердце перекачивает кровь по всему организму. И ну что дальше там ещё сказать? То, что сердце ассоциируется с какими-то чувствами, это просто от той глупости, что при соответствующих химических реакциях, которые происходят в мозгу, и по большому счёту все эти эмоции, все этот бред происходит именно в мозгу тех, кто этот мозг затравил алкоголем или ещё какой-то заразой, потому что в здравом мозгу такого ада просто происходить не может. Так вот, бросаются в организм определённые вещества, которые просто стимулируют в общем организм, стимулируют в частности кровообращение, и поэтому сердце начинает активнее действовать в каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях, когда организм или хочет совокупиться, отсюда вот так называемая любовь. Сердце может заболеть, когда, допустим, другое химическое соединение, которое ассоциируется с ненавистью. По большому счёту и те, кто такие любят, и те, кто, так сказать, ненавидят, и те, и те являются наркоманами химических веществ, производимых в мозгу в лучшем случае, а то вообще рабами своих половых органов или половых органов своих знакомых. Это же вообще глупо, мерзко, тупо, что это есть. Люди, как человеки, так сказать, разумные, могли бы сейчас создавать новые миры, новые виды живых существ, бороздя просторы галактики, а люди запутались в собственных химических веществах и не понимают, что сердце всего лишь мышца. Короче говоря, соболезную всем тем, кто празднует день непонятно какого, непонятно кого, именуемого в народе святым Валентином, соболезную тем тупым, которые надеются, что такие им придёт принц на белом коне или на единороге с большим рогом и, наконец-то, спасёт их от одиночества тем самым рогом. Однако, по большому счёту, настоящая любовь – это совсем не то. Любовь происходит от понятия «люди божественное ведают», и это просто древняя аббревиатура, от понимания, что если мы ведаем, знаем божественную природу, в себя всех остальных живых существ, то мы и действуем на благо всех живых существ. Любить есть мясо невозможно. Мясо, допустим, получается путём убийства животных, а идея любви – это идея помощи всем живым существам. Любить, спать с проститутками также невозможно, потому что наличие проституции, наличие вот этого ажиотажа вокруг услуг проституток вызывает нездоровую криминогенную ситуацию в обществе. То есть, короче говоря, многие те явления, которые сейчас ассоциируются с любовью, вообще к любви истиной не имеют никакого отношения. Интересно, что такое любовь, интересно, как развиваться. Переходите на мой канал, изучайте соответствующие видеозаписи по самосовершенствованию. Ну и да будет свет во всём свете и мир во всём мире. Успехов! Сейчас дни любви или дни Дэдпула. И как сердечко или человек в чёрно-красной маске? Ну, у кого-то это совмещается. Дни любви к Дэдпулу. Только интересно, как они будут, так сказать, эту любовь по отношению к Дэдпулу проявлять. Вообще считаю, что фильм Дэдпул чрезвычайно тупой, глупый. Хотя его и попытались как-то адаптировать. Я согласен, старались. Старались там разные эффекты сделать. Старались сделать относительно красиво. Но сам персонаж туп. И те, кто считают, что Дэдпул это тот персонаж, который должен быть в сознаниях детей, это вообще дебилы и твари. Потому что Дэдпул это синоним и даже бы я сказал идеал тупости и глупости. И когда вокруг Дэдпула создан такой ажиотаж, такая реклама, такое всё, и в результате это ничтожество, то получается дети покупаются на всю эту рекламу, им нравится. Больше того, он сделан именно такой, чтобы понравиться детям. При этом даже то, что рейтинг ему сделан далеко не детский, это наоборот, в конце концов, против детей. Они всё равно постараются прийти, они постараются это просмотреть. И в результате это кошмар. В результате в их сознании вольётся просто Атлантический океан в перемешку с тихим навоза, экскрементов, какой-то завоненной гнилой спермы и глистов и вообще всего же самого страшного и мерзкого, что только можно себе представить. А в контексте фильма Дэдпул. В комиксах Марвел, как в комиксах DC, есть множество достойнейших персонажей. Конечно, это всё выгодные мыльные пузыри, но они, по крайней мере, показаны достойны хоть в какой-то области жизнедеятельности. Дэдпул никчёмен абсолютно. И даже актёр не спасает эту идею, даже актёр не спасает фильм. Поэтому успехов в любви с Дэдпулом. Ой, голова моя, голова, капюшоны мои, капюшоны. Ах, прошёл ужасный Новый Год, когда люди травили себя алкоголем и всевозможной заразой. Настали Рождество, Крещение, люди ещё больше травили себя всякой заразой. Дальше Китайский Новый Год. День всех влюблённых. А потом ещё и День мужчин, День женщин. Только вот проблема в том, что Новый Год не принёс ничего нового. Проблема в том, что на Рождество никто-то и не родился. А если кто-то и был зачат, то учитывая весь тот алкоголь, который был выпит перед этим, скорее всего родится какой-то инвалид, и потом его родители будут ходить и просить, помогите на инвалида, собираем на операцию. В таких нынешних маршрутках огромное количество. Конечно же, как людей их жалко, хочется помочь. Но здесь реальной помощью будет не помогать тем, которые уже получили по заслугам, вследствие своей неправильной деятельности, а предотвращать аналогичную деятельность у других, у кого мы это можем. Любая выпитая рюмка имеет в проекции возможность уничтожить или, по крайней мере, исказить яйцеклетку женщины настолько, что сможет родиться только дебелёнок или какой-то инвалид. Человек может быть разумен, но он будет заперт в каком-то ужасном теле, который будет постоянно болеть, причинять ему боль, причинять неудобства. Он может не иметь возможности ходить, говорить или видеть. И от этого, от того, что он будет разумен и всё это осознавать, это ещё хуже, чем если какой-то ничего не понимающий, визжащий, мычащий дебелёнок, которого сложно-то от животного отличить. Может родиться разумное существо, запертое в просто инструменте пыток под названием «Тело, зачатое после употребления алкоголя». Подумайте над тем, что родится после всех этих праздников, и будете ли вы праздновать эти все праздники, если это горе придёт в вашу семью. А ведь это возможно. И давайте будем настоящими и честными. Давайте вместо огромных букетов, крупных каких-то непонятных лозунгов, вместо пышных фраз будем честны, достойны и последовательны в своих действиях. Сделать что-то полезное своим родителям, своей семье, своей любимой или любимому, или просто друзьям, можно в любой день года, не дожидаясь, так сказать, праздников. А вот напиваться не советую никогда или будет вам плохо. И к вам уже придёт не непонятный розово-красно-чёрный человек-капюшон, а придёт также пушистый, интересный зверёк. Большой-большой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!